Благоустройство, озеленение придомовых территорий, решение проблем с мусором и несанкционированных свалок. Вот главная цель фестиваля чистых территорий, который проводился в Ульяновской области с апреля по июнь. В ассоциации ТОС озвучили итоги конкурса. В этом году впервые был проведен конкурс по отбору лучших проектов. Было подано 146 заявок, 4 номинации в зависимости от численности, 39 победителей. На сегодняшний день во всех ТОСах уже начались и проводятся благоустроительные работы. 1 сентября все будут завершены. Лучшие территориально-общественные самоуправления региона были отмечены грамотами и награждены ценными призами. Победителем несанкционированных свалок признан ТОС Красносельск Новоспасского района. Лучшим озеленителем стала ТОС Водорадская Барышевского района. А первое место в номинации «Дружная команда» заняла ТОС Андреевская Чердоклинского района. Поздравляю всех вас, потому что сегодня нет ни преградших, ни победителей. Потому что у кого-то есть вот и косы, они больше косить будут. А так все, победили вы все. Поэтому спасибо вам большое. На следующий год конкурс будем продолжать. Под заказ уже на бензопилы получили. Председатель ассоциации ТОС поблагодарил и отметил грамотами тех людей, которые ежедневно трудятся, чтобы помочь участникам специальной военной операции. Начиная с 9 мая прямо в помещении управления ассоциации они сплели 13 маскировочных сетей. Одна плела. А потом девчонки по храму, с которыми были на службе. И они сюда пришли. Ну, ради защиты. Родина наша. Быть нужными и полезными. Наградили и тех, кто внес большой вклад в развитие ТОСовского движения. И мне бы хотелось сегодня обратиться к жителям нашей родной Ульяновской области, ко всем неравнодушным гражданам, старшим по домам. Именно в развитии ТОС сегодня заложена культура нашего проживания, бытия. Почему? Потому что, во-первых, это воспитывает соседей, граждан, бережно относится к сделанному проекту, который реализуется во дворах, на территориях. Напомним, сегодня в Ульяновской области действует более 400 ТОС. Из них более ста находятся в областном центре. Остальные – в районах региона. Ирина Антонова, Бахтияр Салтанов, Олправды ТВ.